Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм.Той, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме и нашему девизу «Заужу хаплаки у мёртвых, разбивая молнии» мы сегодня будем вам рекомендовать способ мгновенно улучшить кровообращение головного мозга. И всё благодаря нашему талисману Психфармачу, который нам просто сказал, хватит всякого отрицательного, давайте только положительные примеры и положительные рекомендации. Мы его слушаемся. Так вообще говоря, в интернете множество всяких рекомендаций, как 12 трюков, как сделать тебя умнее там за 5 минут. Ну, например, один из таких трюков делает тебя умнее. Это самый быстрый способ снабдить мозг кровью, вместе с которым придут энергии и питательные вещества. Значит, ты начинаешь думать быстрее, то есть ты должен постоять на голове. Я вам честно говорю, не рекомендую стоять на голове. Почему? Потому что если вы будете стоять на голове, то у вас повысится кровенаполнение, возникнет риск отёка головного мозга. Вообще это очень и очень страшно, потому что на самом деле с внутричерепным давлением, с отёком мозга борются в неврологии, нейрохирургии. Обычно, ну, если вы будете стоять на голове часто, то надо и, соответственно, принимать нормальное положение, это приподнятая верхняя часть тела на 30 градусов. В общем, я вам не рекомендую стоять на голове, тем более, что не каждый может стоять на голове. Другое дело использовать препараты, которые действуют быстро, которые улучшают кровоснабжение головного мозга. Одним из таких препаратов, например, является препарат под названием цитофлавин. Если вы заглянете в описание действия, то вы увидите, цитофлавин улучшает коронарный и мозговой кровоток. Ну, в данном случае нас интересует, конечно, улучшение мозгового кровотока. Что же входит в состав цитофлавина? Четыре вещества. Наибольшая часть это гентарная кислота, ещё плюс инозин, это вместе 91 процент примерно от всего препарата. Есть ещё немного никотинамида, немного арибофлавина, совсем уж немного. Так вот, что очень важно, чтобы вы поняли. Вот, к сожалению, когда вводится янтарная кислота и инозин, то они практически тут же исчезают из крови. То есть, мгновенно исчезают из крови, так что их присутствие вообще нигде не обнаруживает. Что это означает? Это означает, что вместо того, чтобы идти в головной мозг и улучшать там кровообращение, они на самом деле туда не попадают. И это очень большая беда и очень большое огорчение. Почему так происходит? Это очень и очень понятно. Дело в том, что все эти вещества, они так или иначе включаются в цикл Крепса, который, собственно говоря, занимается тем, что в каждой клетке нашего организма вырабатывает молекулы АТФ, которые являются, которые сохраняют энергию и, собственно говоря, расходуются на энергетические траты нашего с вами организма. Надо вам сказать, что когда я учился в первом медиа, мы учили цикл Крепса. Я вам скажу, это такая огромная простыня, где написано куча различных формул. Я всё знал. Сейчас всё, конечно, забыл. Но, тем не менее, я помню отлично, что цикл Крепса есть в любой клетке. И, соответственно, если мы вводим цитофлавин, то есть там янтарная кислота, там инозин, который участвует во всем этом сам цикле Крепса в любой клетке, они поэтому быстро уходят из крови, распределяются по различным клеткам. Ну и, конечно, мозгу ничего не достается. Во всяком случае, доказать, что что-то мозгу достается никак нельзя. А что же касается никотинамида, то он распределяется во всех тканях, так и написано в инструкции. То есть, не обязательно в головном мозге. А зачем нам, собственно говоря, это всё нужно, если мы хотим улучшать кровоснабжение именно головного мозга или метаболизм головного мозга? Ну а что касается льгофлавина, там всё ещё хуже. Наибольшее количество в миокарде, печени и почках. Итак, у нас с вами получается довольно странная вещь. Вроде бы мы хотели с вами быстро улучшить кровообращение головного мозга, метаболизм улучшить головного мозга за счёт приёма введения цитофлавина. Что же у нас с вами получилось? У нас с вами получилось, что ничего туда не попало. Зачем же мы тогда об этом рассказываем? Благодаря психфармачу мы должны рассказывать что-то положительное. Дождитесь, ничего не бойтесь, сейчас будет положительное. На самом деле выход есть. И он не такой курьёзный наркомании, выход есть алкоголизм. Нет. На самом деле есть выход, и он очень простой. Я не знаю, помните ли вы такое произведение «Голова профессора Дуэля». Вот эта голова профессора Дуэля, она жила совершенно отдельно. То есть, тела у этого Дуэля не было, а была одна голова. Вот если вы будете вводить цитофлавин в эту самую голову, то тогда все вещества, которые есть в цитофлавине, и янтарная кислота, и инозин, и ревофлавин, и никотинамид, они могут попасть только в эту самую голову. И, конечно, львиная часть попадёт в головной мозг, потому что вы знаете, что головной мозг – это львиная часть головы. Вот почему на самом деле мы рекомендуем для лучшего улучшения кровоснабжения и быстрого улучшения кровоснабжения, надо просто отрезать голову и дальше напрямую цитофлавин вводить в эту самую голову. Тогда цитофлавин точно будет попадать в головной мозг, тогда цитофлавин точно будет улучшать кровоснабжение. Как видите, это очень простой и лёгкий способ. Мы его очень рекомендуем, ну и я думаю, что психфармач будет очень и очень доволен, потому что мы его указания выполнили напрямую. Как всегда, пожалуйста, коменты, пожалуйста, лайки. Нам очень интересно, что вы думаете по поводу вот этого нового, необычного способа доставки препаратов непосредственно в мозг. В тех случаях, когда эти препараты норовят распределиться в других клетках человеческого тела и никак не хотят в мозг пролезать. Ну, конечно, подписывайтесь на наш канал, становитесь спонсором и до новых встреч!